Итак, народ, у нас срочные новости. Такера Карлсона больше нет на Fox News. Вау, вау. Здрасте, Господи. Последняя информация, сформулированная это была как его... Последняя передача была в пятницу 21 апреля. Так что никакой передачи на прощание, никаких «Эй, вот почему так случилось?» Просто... пока... Срань, Господь. Как ты считаешь, почему так? Ну, первое, что приходит в голову, ну, знаешь, 798 миллионов долларов, или сколько их там было в этой ситуации с... Он был лучшим из них. Он, как известно, выступил против Сидни Пауэлл. Сказал, ты не представила мне никаких доказательств. Мы все спрашиваем тебя про доказательства, а ты их не предоставляешь. Говорю тебе. Леваки вцепились в глотку в Fox News. Они высосут их досуха. Слухи были, что этот штраф будет... Мы говорили недавно о статье Джимми Гаррити, где он говорил, что одним из факторов риска... Что мы из этого выучили. Одному, как он сказал, медиакомпании теперь точно научатся. Не выпускайте в эфир ведущих, которых вы можете посчитать, так сказать, рискованными. И, знаешь, если и думали, что он не был прав, то через пару дней он в этом оказался прав. И если... Если это то, на что это похоже, то похоже, что они пытаются избавиться от любого, кто может сказать что-нибудь, что им не понравится. И это... Это... Такер Карлсон и я сдружились, надеюсь... Мне удастся с ним сегодня поговорить, я не знаю, что здесь творится. Но, Такер, приезжай на Ямайку. Мы были бы тебе здесь рады, ты бы ничего не упустил бы. И вместе, вдвоём, мы всех их порвём, просто всех порвём. Это было бы захватывающе. И, я думаю, немало людей захотят сделать то же самое. Я считаю, что это убьёт Фокс. Правда, я знаю немало людей, которые, ну, знаешь, им Фокс, типа, всё ещё нравится. Они смотрят и другие передачи, но они такие, Такер... Такер — это единственный, кому я действительно верю. Потеряйте Такера Карлсона. Я считаю, что это и правда их убьёт. Эй, я уже говорил вам подписаться на Блейз. Так, Гленн, я смотрю новости на Фокс. Они у меня на кабельном, они никогда и никуда не денутся, они не закроются. Нет, нет, нет. Вы собираетесь... Это удивительно. Это уже второй ведущий номер один. В смысле, второй ведущий восьмичасовых новостей, которого они выставили за дверь. Изумительно. Главное событие дня, одно из крупнейших за очень долгое время, это что Такера Карлсона больше нет на Фокс-Ньюз. Итак, я не знаю, что будет дальше. Знаешь, вокруг слишком много спекуляций. Может быть, его уволили потому, что, ну, знаешь, они только что заплатили почти миллиард долларов, и они теперь всего боятся. Но это самоубийство. Как по мне, это самоубийственное решение, Фокс. Если это их решение. Если это их решение. Мы не знаем, может, это Такер решил уйти, может, Такер... Может, они попросили Такера сделать то, что он не захотел сделать. Может, ты это... Давай я еще раз прочту тебе заявление, и ты скажешь мне. Вот как оно написано. Это от Фокс-Ньюз. Они пишут, Фокс-Ньюз Медиа и Такер Карлсон решили расстаться. Это, по-моему, именно то, что они сказали, когда я ушел. Точно. И именно так и говорилось, когда ты был уволен, что я достоверно знаю, не было правды, учитывая, что я видел их предложение о продлении контракта. Так было странно, что они это так описали. Итак, мы расстались. И знаешь что, это даже неплохо, что Такер... Не знаю, может, ему сказали... Эй, ты должен... Ты должен перестать, что бы там ни было. Нет. Покеда? Да, могло быть так. Да, он... Я не знаю условий его контракта, и... Знаешь, возможно, он был... Очень даже могло быть, что они... Не могли его уволить, так как у них не было повода. Так что, возможно, они захотели поменять формат шоу, хотели, чтобы он вел себя иначе, и так далее, и так далее, до уровня, что он уже не мог работать. И в таком случае он мог бы сказать, я не буду этого делать. Хотя они бы ответили, ну, в таком случае остается только уволиться. Но у меня контракт. Ладно, мы его оплатим. Потому что даже уволив, они должны были ему заплатить. А мы благодарим его за работу у нас в качестве ведущего, а до этого как сотрудника. Мистер Карлсон... Это изумительно. Последняя передача мистера Карлсона была в пятницу, 21 апреля. То, что он ведущий номер один среди всех кабельных новостей, и он даже не вышел, чтобы сказать, эй, вот как это случилось. В смысле... Не прощальной передачи, ничего такого. Просто конец. В сегодняшнем эфире восьмичасовых новостей на Fox News в качестве замены его будут различные ведущие с Fox News до тех пор, пока новый ведущий не будет назван. Может, прямо сейчас подпишитесь на Блейз, чтобы у нас был мешок, набитый деньгами, который мы могли бы в него кинуть? Где они могут это сделать? На blaze-tv.com На blaze-tv.com Слэш-глэн Можете сэкономить 20 долларов, если используете промокод «Сомневайся во всём». Станьте подписчиком. И вот теперь, как никогда, мне интересно. Где вы будете искать правду? Такер, как мне кажется, был единственным человеком там, в мейнстримных СМИ, который говорил Америке правду. Кто ещё это делает? Больше никого. Нет, в мейнстриме никого. И теперь так же и на... Fox? Избавиться от Такера Карлсон? Вау. Даже просто дать ему дойти до двери? Вау. Парень на самой вершине. Он провёл сколько? На прошлой неделе три дня с Илоном Маском. У тебя передача с Илоном Маском в такое время, когда столько всего творится, начиная со Старшипа и кончая Твиттером, и на следующей неделе тебя уже нет? Никогда такого не видел. Никогда. Это действительно поразительно. Не таким я представлялся ли в сегодняшний день. Это уж точно. Да, это... Знаешь, это... Это как каждый день. Я думал, интересно будет узнать, чем всё закончится. Это правда удивительно. Я как раз смотрю «Наследников», и там уже последний сезон, и смотришь на всё, и... И вот интересно, сколько из всего там правда за кулисами? Я думаю, много из этого правда. Да. По-любому основано на реальности. Ещё раз, это весьма негативный взгляд на то, что такое Fox News. А мне кажется, любопытно на всё это смотреть, потому что, вот правда, ты когда-нибудь видел подобное? Ну, то есть, они избавились от Билла О'Райлю прямо на вершине его карьеры. Самое близкое, что приходит в голову, это... Чёрт. Чёрт, я забыл его имя. Он на NBC вёл утреннюю передачу... Мэтт Лауэр? Мэтт Лауэр. Но ведь это было совсем другое. Я знаю. Вообще другой сценарий, но он был весьма знаменит. Но он не был на вершине своей карьеры. Это и правда была вершина Такера Карлсона. Пик. Ты представляешь, как это навредит правым? Если левые и деньги Сороса, и я гарантирую, что они там замешаны, если это... А если они поймут, что они могут так делать, то нам конец. Кстати, видал, как автопроизводители больше не ставят АМ-радио? Угу. Это... Давай к сути. Это... Из Национальной Ассоциации Радиовещания. Отправьте АМ на номер 52886 и заявите Конгрессу, что нам нужно АМ-радио в машинах. И на это есть много причин, но это ещё один способ заткнуть нас на АМ-радио. А, пожалуйста. Они отберут у нас всё. Если им это позволит, то они так обнаглеют. Редактор субтитров, О.Голубкин Корректор А.Егорова Дорога. Субтитры подогнал «Симон»